Задавались ли вы когда-то вопросом, как умирают галактики? Когда межгалактическое пространство прекращает поставлять холодный газ? Когда на формирование новых звёзд не хватает ресурсов? Именно тогда наступает невероятно масштабный крах, и большинство галактик исчезают бесследно. Однако что, если бы вы смогли пронаблюдать за этим событием? Представьте, как нечто массы в полтора триллиона Солнц начинает словно магнитом притягивать и питаться газом небольших галактик. Постепенно сил противостоять большому монстру не остаётся, и происходит столкновение. А затем слияние и… БАБАХ! Звучит пугающе, правда? Но самое страшное, что это событие уже происходило. И не раз. Ведь большой монстр – Млечный Путь, а магнит – гравитация. Кого поглотил Млечный Путь? Есть ли галактики, которым удалось выжить? Что будет, когда Млечный Путь столкнётся с галактикой крупнее себя? Последние несколько лет космический телескоп Гайя сканирует небо, собирая данные для переписи звёздного населения. Что в результате выходит? По прогнозам учёных, должна выйти самая точная масштабная трёхмерная карта нашей галактики с более миллиардом звёзд на ней. Буквально недавно в свет вышел уже третий каталог данных Гайя, который содержит информацию почти о двух миллиардах звёзд. Но в ходе этой работы телескоп Гайя получил другие шокирующие данные. Млечный Путь никаким образом не может дружить с маленькими галактиками. Это поставило в шок. Известно, что на протяжении своей жизни галактики часто взаимодействуют друг с другом. Порой они расходятся в пространстве, ограничиваясь лишь гравитационным воздействием друг на друга, а порой сливаются в единый объект. Наш Млечный Путь не стал исключением. За миллиарды лет он поглотил минимум 15 соседних галактик. После каждого из столкновений он становился больше примерно на 10 миллионов звёзд. Это происходит по двум причинам. Во-первых, поглощённые небольшие звёздные острова добавляют к ней свои светила. Во-вторых, столкновения галактик сопровождаются бурными процессами, ускоряющими образование звёзд из межзвёздного газа. Насколько нам известно, вокруг Млечного Пути вращается 60 карликовых галактик. 12 из них – тусклые галактики-спутники в форме сферы. У них настолько мало звёзд, и они такие неяркие, что первую найденную звезду поначалу приняли из отпечаток пальца на фотографии. Но было время, когда галактики-призраки не испытывали недостатка в сверкающих звёздах. Что же с ними произошло? Телескоп Гайя дал нам понять, что большинство этих галактик обзавелись новыми звёздами, когда впервые пересекли гравитационную область нашей галактики. Но вскоре после этого они перестали образовывать звёзды, потому что Млечный Путь оставил их без газа, предрекая их тем самым на угасание. Одна из самых ранних и грандиозных космических катастроф – столкновение с галактикой, которую астрономы назвали Кракеном в честь мифического чудовища. Тогда Млечный Путь был в четыре раза менее массивным, а после их столкновения стал больше минимум на 13 шаровых скоплений. Их всё ещё можно идентифицировать. Был ли это единичный случай? Ответ может вас удивить. Ведь то же самое произошло с Карликовой галактикой в Драконе. 11 миллиардов лет назад она впервые пересекла область Млечного Пути, образовала множество звёзд, и всё. А затем аналогичная история приключилась с Карликовой галактикой Лев-1. Она вошла в сферу нашей галактики, в то же время возле неё вспыхнули новые звёзды. С тех пор ни Дракон, ни Лев-1 не создают новых звёзд. У них для этого нет ресурсов. Также в жизни Млечного Пути было столкновение с галактикой Геракл. Суммарная масса её звёзд составляла около 500 миллионов Солнц. Такое крупное столкновение – чрезвычайно редкое явление среди спиральных галактик. Как думаете, сможет ли когда-то человек хотя бы краем глаза увидеть одну из соседних галактик до того, как они угаснут? Пока главная проблема в том, что Вселенная слишком огромная. Путешествие со скоростью света до ближайшей звезды займёт более четырёх лет, а если на другой край галактики – более ста тысяч лет. Что же с этим делать бесстрашному космическому путешественнику? Даже если было бы на чём отправиться в гости на другую галактику, это путешествие заняло бы слишком много времени. Но давайте немного пофантазируем и предположим, что это возможно. Тело человека замораживают до абсолютного нуля. Затем замороженные останки помещаются в толстое стальное хранилище, чтобы предотвратить повреждения от радиации и даже механических вещей, таких как высокоскоростные столкновения с частицами пыли. Затем тело человека отправляют в космос, где оно путешествует 10 тысяч лет с надеждой, что роботы или инопланетяне разморозят и оживят его. В случае позитивного исхода, человек буквально просыпается из мёртвых с пониманием, что цивилизация, которая послала его, теперь уже не существует. Ему даже нет смысла отправлять сообщение на Землю. Доехал, всё хорошо. Чтобы сообщение достигло Земли, потребовались бы несколько лет, и кто знает, будет ли жив человек тому времени, когда сообщение достигнет Земли. Фактически подобное путешествие – это путешествие в один конец. Вы бы пошли на такое? Хотя кто знает, возможно, в ближайшее время учёные поймут, как можно путешествовать по кротовым норам, и поездка на другую галактику не будет занимать так много времени. Но вернёмся к современным реалиям, а именно к карликовым галактикам, которым удалось не поддаться негативному воздействию Млечного Пути и продолжить звездообразование. В их числе Фарнакс и Карина. Может, эти галактики знали, какой-то секрет или гравитация Млечного Пути действует не на всех? На самом деле, эти галактики спасло то, что они не стремились к дружбе с Млечным Путём и сохраняли дистанцию. Поэтому им удалось сохранить межзвёздный газ внутри себя и продолжить образовывать новые звёзды в течение многих миллиардов лет после того, как они пересекли царство Млечного Пути. Впрочем, на сегодняшний день ресурсы исчерпаны и на них. А что, если где-то там есть галактика, которой удалось уцелеть, и на ней есть жизни? Возможно, нас ещё удивят Глизе 581G, Глизе 876 или Проксима Центавра Би. А может, это и вовсе будут новые экзопланеты, похожие на Солнечную систему? Теоретически это вполне возможно, ведь в Млечном Пути находится больше планет, чем звёзд. Но пока учёным не хватает мощности, чтобы уловить маленькие планеты. А именно такие распространены в галактике. Сложность в том, что от них, в отличие от звёзд, не исходит света. Вдобавок, яркий свет звезды может скрывать планету. Это как рассмотреть пылинку на включённой лампе. Пришло время подумать и о самом Млечном Пути. Что будет, когда на его пути попадётся более крупная галактика? Выживет ли человечество? Не хотим вас пугать, но наша галактика Млечный Путь с огромной скоростью движется к соседней спиральной галактике – галактике Андромеды. В какой-то момент, в течение следующих нескольких миллиардов лет, наша галактика и Андромеда – две крупнейшие галактики местной группы – столкнутся, что может привести к катастрофическим последствиям. Ряд звёзд будут выброшены из галактик, другие будут уничтожены, а некоторые поглощены сливающимися сверхмассивными чёрными дырами. При этом будет нарушена красивая спиральная структура обеих галактик, и на их месте сформируется новая гигантская эллиптическая галактика, которую, возможно, назовут Млекомеда. Астрономы знают об этом приближающемся столкновении уже на протяжении нескольких лет. И по скорости движений наших галактик они пришли к выводу, что подобный исход неизбежен. Но что поделаешь, это естественный процесс. Когда одна большая галактика сталкивается с гораздо меньшей, то в большинстве случаев она сохранит свою форму, в то время как меньшая галактика будет разорвана и станет частью более крупной галактики. Астрономы часто наблюдают такие столкновения Андромеда, как считается, уже сталкивалась, по крайней мере, с одной галактикой в далёком прошлом. У нашей галактики, как мы уже упоминали, тоже есть такой опыт. Тем не менее, использовать слово «столкновение» в данной ситуации не совсем корректно. Поскольку чрезвычайно разряжённая межзвёздная среда в галактиках означает, что реальные столкновения звёзд или планет крайне маловероятны. А может, повезёт и Андромеда пройдёт мимо? Скорее всего, нет. Судя по последним данным, в отличие от других галактик, Андромеда стремительно приближается к нам. В 2012 году исследователи установили, что Млечный путь и Андромеда приближаются друг к другу со скоростью порядка 110 км в секунду. Столкновение произойдёт примерно через 4 миллиарда лет. Проведённые исследования также показали, что М33 или галактика треугольника, третье повеличение галактика местной группы, также будет участвовать в этом процессе. По всей вероятности, М33 станет спутником Млекомеды, а затем, спустя ещё какое-то время, сольётся с ней. При столкновении галактик крупные галактики поглощают более мелкие целиком. Но когда галактики схожи по своему размеру, как Млечный путь и Андромеда, столкновение приводит к разрушению их структуры. Поэтому Млекомеда в конечном счёте станет гигантской эллиптической галактикой беззаметно выраженной спиральной структуры. При столкновении также возникнет небольшое количество звёзд, самые горячие и молодые из которых взорвутся как сверхновые. И всё, что останется – более старые и холодные красные звёзды, продолжительность жизни которых намного больше. Несмотря на то, что галактика Андромеда насчитывает около 1 триллиона звёзд, а Млечный путь около 300 миллиардов, шанс столкновения двух звёзд ничтожно мал из-за огромных расстояний между ними. С большей вероятностью они будут выброшены за пределы новой галактики в результате слияния сверхмассивных чёрных дыр, находящихся сейчас в центрах Млечного пути и Андромеды. Скорее всего, столкновение Млечного пути и Андромеда не будет иметь негативных последствий для нашей системы, если не считать постепенного исчезновения красивого звёздного неба. Вы к такому готовы? Хотя, к счастью, а может и к сожалению, мы с вами не станем свидетелями этого удивительного процесса. Взгляните на скриншоты, которые сейчас на экране. Это статистика от Ютуба. Что она значит? Заметьте, сейчас 57% зрителей этого канала смотрят без подписки. Это и есть истинная суть моего месседжа к вам. Поэтому, дабы не упустить Хаббл из разряда ваших подписок, вам нужно всего-навсего щёлкнуть вот на эту красную кнопку, которая выглядит вот так, и находится ниже под этим видео. Закон Вселенной простой. Помните это. Ведь каждая ваша подписка очень важна для меня. Чем больше зрителей, чем чаще они смотрят и ставят лайк, тем быстрее выходит новое, мега-увлекательное видео. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok